От черного города к городу огней. Какой путь прошла столица Азербайджана и что помогло добиться нынешнего процветания, расскажет Андрей Шляпников в деловом путешествии. Главный курорт Азербайджана – Нафталан, как символ экономической терапии всей страны. Здесь в прямом смысле этого слова лечат нефтью от разных болезней. Как известно, Азербайджан – это родина нефти. В ней здесь даже купаются. В начале 90-х, после развала Советского Союза, экономика Азербайджана испытывала трудности. Вылечил ее контракт Века, инициированный президентом Гейдаром Алиевым и подписанный Азербайджанской республикой и Международным консорциумом нефтяных компаний в 1994 году. По контракту 80% от общей прибыли досталось Азербайджану, а оставшиеся 20% – инвестиционным компаниям. И уже через несколько лет в страну начали вливаться многомиллиардные иностранные инвестиции. Первый эффект экономического чуда испытала столица – Баку. Когда-то черный город, затем восточный Париж, ну а в советские времена – солнечный. В 21 веке Баку стремительно превращается в суперсовременный пестрый мегаполис. И уже все чаще столицу Азербайджана называют огненным городом. И даже один из новых архитектурных символов города – вот эти футуристические бакинские небоскребы – выстроены в виде пламени. Баку как зеркало экономического роста и процветания всего Азербайджана. И действительно, начиная с 2007 года, архитектурный бум разгорелся с новой силой. Новые широкие проспекты, идеальные дороги, помпезные здания появились буквально за несколько лет и продолжают расти, как бакинские помидоры после дождя. Здания в стиле модерн гармонично сочетаются со средневековой архитектурой, а некоторые из них уже стали достоянием современного искусства. Так, центр Гейдара Алиева был построен по проекту знаменитого архитектора Захи Хадид, смерть которой недавно оплакивал весь мир. У бакинского художника Али Шамси это произведение архитектурного искусства, любимое в городе. А в соседстве древнего и современного он видит только положительное. Машины были, с первым, скажем, были деревянные, тачанки, потом они стали железом, сегодня они пластмассовые. Вот если нет в стране, в городе, нет вот этого движения, значит, все, ноль этой страны цены. Из-за этого, если есть движение, значит, это обязательно надо шагать со временем. Вот Баку сегодня шагает со временем. Однако всего этого великолепия могло бы и не быть, если бы не эти нефтяные качалки, которые до сих пор находятся буквально в нескольких километрах от центра города и всякий раз напоминают о главной исторической миссии Баку. Ведь именно здесь, в 1848 году, была пробурена первая нефтяная скважина на планете. После чего и началась мировая углеводородная цивилизация. Отсюда и пошло название «Черный город», который в свое время обеспечивал черным золотом всю Российскую империю. Это и первая скважина промышленная, это и первый трубопровод, который был проложен от Баку до Батуми, частями он был деревянный, кстати. Это и первый танкер, который был построен не здесь, а в Швеции, но использовался компанией братьев «Нобель». Это и первая Нобелевская премия, которая была вручена не в Стокгольме и не в Осло, а вручена была в 1902 году в Баку. Промышленник Роберт Нобель, брат того самого человека контрастов, изобретателя динамита и учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля, приехал в Баку искать древесину для оружейных прикладов, но нашел более прибыльное занятие – нефть. Первый промысел он купил за 5000 рублей и нанял 30 рабочих. А в 1879 году была учреждена нефтяная компания «Товарищество братьев Нобель» – Бронобель, стартовый капитал которой составил 3 миллиона золотых рублей. Накануне прихода советской власти компания была продана семейству Ротшильдов за 45 миллионов рублей. В Азербайджане чтут память первых нефтяных магнатов. В 2004 году была восстановлена резиденция братьев Нобелей – вилла Петролия. В советское время здесь был госпиталь, а затем детский дом. Оригинальные вещи братьев Нобелей собирали по всему миру на различных аукционах на деньги нефтяников. Вот этот вот сервант был куплен в Новой Зеландии. Вот этот вот патефон привезен из города Батуми. Ну, а этот старинный рояль приехал сюда из Санкт-Петербурга. В истории развития нефтяной отрасли Азербайджана можно выделить три этапа. Первый этап – добыча колодезной нефти до 1871 года. И промышленная добыча с применением механического способа бурения во времена Российской империи. Второй этап – советский. От национализации нефтяной промышленности до открытия и ввода в эксплуатацию месторождения нефтяные камни. И третий этап – подписание контракта века по месторождению Азери-Черак-Гюнишли. Одна из самых больших эпох, связанных с добычей нефти в Азербайджане – это Великая Отечественная война, Вторая мировая, где азербайджанские и бакинские нефтяники добывали около 80% того топлива, на котором двигались наши с вами техника. И поэтому это был вклад города в победу над фашизмом. Сейчас в музее братьев Нобелей проводятся переговоры, подписываются исторические контракты. Именно здесь была поставлена подпись под газовым проектом «Шахт Денис-2», в котором частично участвуют и российские компании. Шельфовое газоконденсатное месторождение «Шахт Денис-2» – один из самых больших нефтегазовых проектов Азербайджана. Его общую стоимость оценивают в 28 миллиардов долларов. Разработка месторождения позволит добывать ежегодно 16 миллиардов кубометров газа. В ходе проекта будет пробурено 26 скважин, проложено 500 километров труб, а также построено две морских платформы с мостовым соединением массой более 30 тысяч тонн. Платформы будут стоять на опорных блоках. Путем барж, так называемый метод, эти платформы будут смонтированы на эти опорные блоки. Это находится порядка где-то от 100 километров от берега. Пускалонадочные работы будут доделываться и доканчиваться в этот период уже непосредственно на море. Платформы должны быть возведены в рекордно короткие сроки – от 30 до 40 недель. На сроки строительства могут влиять погодные условия. Баку – город ветров. И при определенных порывах ветра крановые работы приостанавливаются. Безопасность здесь – главный приоритет. Строители даже носят каски разного цвета, чтобы было видно, кто новичок на стройке. Это уникальный в истории Азербайджана проект. И в первую очередь не только благодаря передовым технологиям, но и людским ресурсам. Над строительством двух платформ работает более 5000 человек. И 95% рабочих – азербайджанцы. А это значит, что люди получили рабочие места, а деньги останутся в стране. А для прокладки газопровода нужно многофункциональное судно, которое строится неподалеку на судостроительном заводе. Это будет самое мощное судно в Каспийском море с палубным краном грузоподъемностью 900 тонн. Это целый город на воде со своим кинотеатром, спортзалом и каютами повышенной комфортности. На строительстве судна работают 2000 человек. Местным строителям помогают специалисты из Сингапура. Благодаря контракту века за 22 года страна действительно изменилась к лучшему. Получила возможность использовать углеводородные ресурсы для собственного блага. Только за последние 10 лет ВВП вырос больше, чем в три раза. А объем инвестиций в экономику страны составил 189 миллиардов долларов. Последние годы Азербайджан ассоциируется с масштабными экономическими и архитектурными проектами, а также событиями, которые прогремели на весь мир. Евровидение и первые в истории европейские игры. Однако, несколько лет назад страна бросила себе очередной вызов. Был утвержден новый амбициозный проект «Азербайджан-2020. Взгляд в будущее». Страна созрела, чтобы войти в новый исторический этап развития. Основная цель программы – развитие не нефтяного сектора экономики. Азербайджан намерен войти в число стран с высоким, средним доходом и человеческим развитием. По классификации Всемирного банка это не менее 13 тысяч долларов из расчета ВВП на душу населения. Первое достижение уже есть. Согласно отчету программы развития Организации объединенных наций, за 2010 год Азербайджан перешел в группу стран с высоким человеческим развитием. Падение цен на нефть не стало шоком для экономики страны. К 2016 году доля не нефтяного сектора во внутреннем валовом продукте достигла практически 70%. А рост промышленного сектора за 10 лет вырос почти в 2,5 раза. Такого показателя удалось достигнуть во многом и благодаря реализации программы по созданию промышленных парков. Самый первый и крупный находится недалеко от Баку – в Сумгаите. Во времена Советского Союза Сумгаид был столицей химического производства. Здесь производилось до 40% всей продукции страны. Но после развала Союза это место не перестало быть актуальным. В 2011 году было принято решение строить здесь новую индустриальную столицу Азербайджана, а старые заводы снести. На сегодняшний день территория Сумгаидского химического промышленного парка составляет 300 гектаров. В будущем планируют расширить территорию парка до 3000 гектаров. На смену экологически грязным заводам пришли современные производства со специальными экономическими зонами. В частности, те модели промышленных парков, которые применяются в Азербайджане, используют такие преференциальные системы, как освобождение от налогов. В частности, тех промышленных парков, которые сегодня созданы в Азербайджане, на 7 лет применяется освобождение от земельного налога, налога на имущество, налога на прибыль. И оборудование, которое ввозится в эти промышленные парки, промышленными предприятиями, зарегистрированные в качестве резидентов, освобождается от налога на добавленную стоимость, от таможенных пошлин. Здесь разместились предприятия разных специализаций, функционируют 7 резидентов. Главный критерий для входа резидентов в парк – инновационные технологии, выполнение экологических требований, предоставление рабочих мест и экспортоориентируемость производимой продукции. Завод по производству стальных труб для газовых трубопроводов и плавучих платформ полностью соответствует всем требованиям. Сейчас у нас 85% выходит на Туркменистан, там строится международный морской порт, называется Туркмембаши. До конца года мы будем работать в внутреннем рынке тоже. Сырье для производства стальных труб полностью закупается в России. В будущем компания планирует выйти на рынки Ирана, Казахстана и Киргизии. Эти трубы уже готовы к отправке в Туркменистан, уже через два дня они будут у заказчика. Всего за год будет произведено 150 тысяч тонн, если перевести на километры, 350 – это расстояние от Баку до Махачкалы. Благодаря тесному сотрудничеству, в том числе и с российскими компаниями, за короткий период удалось привлечь более миллиарда долларов США. Анкерным инвестором парка является компания «Сокар Полимер». Это инвестиции приблизительно 750 миллионов долларов США. Отрадным фактом является, что финансирование производится также со стороны российского Газпромбанка. И это является на сегодня наиболее весомым и значимым проектом Сумуговицкого химического промышленного парка. А вот химический завод «Этилен Полиэтилен» – последний из магикан, доставшийся в наследство от Советского Союза. Его ввели в эксплуатацию в 1988 году прошлого века. Но после распада СССР сносить не стали, а модернизировали с помощью российских специалистов. На постсоветском пространстве это единственный завод, производящий 95% продукции на экспорт. Таких заводов осталось всего 4 в мире. У нас есть хорошее отношение со всеми предприятиями в России, которые имеют аналогичную установку. Вот это Акстова, Нижнекамск, Татарстане, Казанов-Синтез, Салават, Ангарск, скажем, Томск. Да. У нас постоянно идет обмен опытом. Наши специалисты туда вот постоянно, значит, мы туда едем, смотрим. Если в Азербайджане под ногами нефть, то над головой светит яркое солнце. В среднем 284 дня в году. И это здесь с умом используют. Все большую популярность набирают вот эти вот солнечные панели, которые дают экологически чистую энергию. Азербайджан к 2020 году намерен выйти на уровень 20% доли альтернативной энергетики в общем объеме энергопотребления. Это еще один способ в будущем стать независимым от природных ресурсов. На заводе по производству солнечных панелей Сумгаити вскоре откроют дополнительный цех. С каждым годом заказов становится все больше совершенно из разных сфер, начиная от сельского хозяйства и кончая от дорожными службами. На сегодняшний день завод работает пока что с мощностью 25 мегаватт. Это порядка 100 тысяч панелей в год при трехсменной работе. Уже сегодня мы, скажем, модернизируем завод, устанавливаются новые линии для того, чтобы увеличить почти в два раза, скажем, мощность этого завода. После продовольственного эмбарго, который российское правительство ввело в ответ на санкции против нашей страны и временное приостановление поставки овощей и фруктов из Турции, Азербайджан получил уникальный шанс увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Сложились очень благоприятные условия для того, чтобы Азербайджан мог расширить свое присутствие на сельскохозяйственном рынке России. В этом плане в рамках межправительственной комиссии создана соответствующая рабочая группа, которую возглавляют заместители министров с обоих сторон. С нашей стороны это заместитель министра экономики, с российской стороны заместитель министра сельского хозяйства. Специально хотел бы особо отметить договор о свободной торговле, соглашение о защите и поощрении инвестиций, об избежании двойного налагоблажения. То есть существует очень серьезная правовая база, которая обеспечивает эффективное развитие наших двусторонних торгово-экономических отношений. Сельское хозяйство в Азербайджане в основном отдано на откуп фермерским хозяйствам. Только за 2015 год рост аграрного сектора составил 6,6%. Был собран рекордный урожай овощей за последние пять лет – более миллиона и двухсот тонн. Это на 86 тысяч тонн больше аналогичного показателя 2014 года. Государство Акцина поддерживает фермеров, субсидируя крупные проекты сроком на 25 лет под 3-4% годовых. Поэтому самообеспеченность страны продовольствием находится на уровне 80%. Остальная продукция идет на экспорт преимущественно в Россию, а благоприятный теплый климат способствует выращиванию овощей и фруктов круглогодично. Апрель месяц, а клубника уже созрела. Фантастика. Помидоры – одна из основных статей и доходов аграрного сектора. В Азербайджане практически каждое хозяйство выращивает эти плоды. Только с одного саженца собирают 6 килограммов овощей. Именно эти крупные, сочные шамкирские помидоры отправляют на российский рынок, и на этот продукт всегда есть спрос. Я воспользовался служебным положением и, как в юношеские годы у бабушки в деревне, попробовал помидор прямо с грядки. Настоящий азербайджанский вкус детства. Невероятно вкусно. Чтобы увеличить экспорт овощей в Россию, необходимы новые мощности. За последние годы в Азербайджане значительно выросло производство овощей в теплицах и парниках. В частности, за счет льготных кредитов. Вложения в теплицы оцениваются выше 100 миллионов долларов. Когда оказываешься в подобном парнике, на ум невольно приходит знаменитая песня про миллион алых роз. Еще бы! На территории в один гектар посажено 72 тысячи кустов 10 сортов. А за год эта плантация может приносить до 2 миллионов роз. Из-за колебаний валют повезло и производителям цветов. Сложилась благоприятная ситуация для выхода на российский рынок. Главный козырь азербайджанцев – соседство с нашей страной. Азербайджан находится намного близко, чем любая другая производящая Голландия, или другая европейская страна, или так же Северная Африка. Безусловно, у нас они будут и свежие, потому что сегодня срезанный цветок, через несколько часов может быть уже доставлен на российский рынок. И, естественно, дешевле. А вот в селе Ивановка Исмаилинского района они гонятся за промышленным производством. Однако именно сюда, на экскурсию, едут люди со всего бывшего Союза. В 90-е годы в Азербайджане была проведена реформа по ликвидации всех колхозов в стране. Но один все-таки оставили. Колхоз имени Никитина, что в селе с русским названием Ивановка. Свою личную подпись под документом поставил президент Гейдар Алиев. Колхоз до сих пор существует. История Ивановки началась еще в 18 веке, когда императрица государства российского Екатерина II своим высочайшим указом выселила часть крестьян-малакан из Воронежской, Тамбовской и других губерний на дальние рубежи империи. Переселенцы-малакане до наших дней сохранили свои традиции и остались русскими и по крови, и по духу. Вы знаете, это действительно уникальное село. Они в церкви не ходят, у них нет икон, у них есть молельный дом. Но это русские люди, это жуткие люди, которые когда-то переселились сюда, в Азербайджан, и считают это своей родиной, своей землей. Ивановцы всегда считались работниками передового труда. В советский период тогдашний председатель колхоза Николай Васильевич Никитин создал одно из ведущих хозяйств республики. Сейчас колхозом управляет молодой председатель. Однако в память о Никитине в кабинете его ничего не менялось с 1994 года. Не кабинет, музей социалистического труда. Вот здесь его фотография, его достижения, знамена. Мы как в память оставили для себя. Здесь проходят планерки, отдаем наряд на каждый день. Собираемся, приходят гости, разные мероприятия и так далее. В основном проводим работу. Сейчас Ивановка – это бренд. Колхоз сам обеспечивает себя продовольствием и торгует своей продукцией, в своих фирменных магазинах. Есть даже один магазин в Баку. В хозяйстве развито животноводство, производство молочной продукции, виноделие. Есть и своя хлебопекарня. Причем все делается по старинным рецептам. И хлеб выпекается, и сыры варятся, и вино выдерживается. В будущем на базе колхоза собираются создать агропромышленный парк. Естественно, мы получаем хорошие отзывы от жителей и Баку, и вообще в республике. Наш продукт, мне кажется, на первом месте сегодня стоит. Но будем стараться, конечно, и производить, и увеличивать продукцию. А машина, которая выдавливает из семечек подсолнечное масло – главная достопримечательность села. Ну, это уже старое оборудование, 1897 года. Уже работает сто с лишним лет. И не ломается? И не ломается, никаких проблем. Ивановка – гордость Азербайджана. Президент Ильхам Алиев продолжает дело своего отца Гейдара Алиева. Он дважды посещал Ивановку и активно помогает селу. После визита президента была реконструирована средняя школа, построен стадион. И молодые люди знают, что с этой земли их никто не прогонит. Многие из них не стремятся уехать в большие города, а продолжают традиции легендарного села и русского языка. А это обычная средняя школа Баку. Здесь из 2000 учеников 1300 обучаются на русском отделении. Таких школ в Азербайджане более 300. Обучение на русском языке по традиции всегда считалось престижным. И качественным. Андрей, это все злодеи. Наговорили бы всякую чушь про нас. При чем тут злодеи? Я заплачу все деньги. Ох, как он меняет тему. Хитрый ревизор. Географическая близость, исторические, советское прошлое и плюс сам по себе вот этот, может быть, такой серьезный духовный посыл через русскую литературу и русский язык, который получают наши люди, понимают и хотят приобщаться в том числе и к русской литературе, к тому богатству европейской литературы, мировой литературы через русский язык. Именно поэтому он сохраняет свою популярность, на мой взгляд. Я живу на 14-м этаже. Еще один пример. С каждым годом все больше абитуриентов в Азербайджане стараются поступить в вузы с преподаванием на русском языке. В Славянском университете, например, нет отбоя от желающих. Здесь есть даже отделение русской журналистики, а студентам прививают любовь к России. У нас толерантная страна, которая принимает в Азербайджане в разной национальности. Здесь все живут в мире и согласии. И плюс, как вы знаете, наш президент объявил 2016 год годом мультикультурализма, годом толерантности, дружбы. Это был как хороший посыл всему миру о мире толерантности и о добре. А наши отношения, они всегда будут процветать, и это будет независимо от политических игр или каких-то других интриг. Русских, чисто русских, у нас сейчас 120 тысяч проживает. Русский язык присутствовал и будет всегда присутствовать. И не только присутствует, он будет развиваться в Азербайджане. В этом, кстати, я вам скажу, большая заслуга Гейдара Алиева и нынешнего президента Ильгама Гейдарича Алиева, который во главу угла положили принцип мультикультурализма, но он, конечно, во многом отождествляется сознанием прежде всего русского языка. Россия является дружественной страной для Азербайджана. Сегодня наши отношения с Россией основываются на принципах уважения, добрососедства и характеризуются стратегическим партнерством. Наша короткая поездка по стране и то, как нас, русских журналистов, принимали в Азербайджане, лучшее свидетельство тому, что толерантность, уважение, дружба, взаимовыручка, интерес к друг другу – это те понятия, которые лежат в основе взаимоотношений наших стран, объединяют нас и позволяют нам вместе смотреть будущее. Редактор субтитров А.Семкин